Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Около 50. В дни плановых проверок стало меньше в три раза, полторы тысячи вместо пяти. В прошлом году общее число проверок, по итогам которых наложены административные наказания, тоже снизилось в три раза, с 800 до примерно 300. Программа Экономика. Публичные слушания по реформе НТО отменили. На этой неделе должно было состояться собрание с кировчанами, посвященное предложенным администрацией изменениям в правила внешнего благоустройства города. Среди прочего, планировалось внести корректировки, касающиеся нестанционарных торговых объектов. Но к тексту документа поступило много предложений, говорят в администрации, поэтому его решили доработать. Сколько времени это займет, пока неизвестно. Экономика. На 101 ФМ. В Кирове не могут найти не только подрядчика на строительство школ, но и на ремонт памятника. В торгах, которые объявляют власти, никто не участвует. Об очередном таком случае сообщает портал БНКиров. Сорвался аукцион по поиску компании, которая взялась бы за разработку проекта ремонта памятника Кирова УЦУМа. Была всего одна заявка. Теперь объявлен новый тендер по разработке проектно-сметной документации и на ремонт. Начальная цена закупки не изменилась – 770 тысяч рублей. Ранее по второму разу были объявлены торги на строительство двух новых школ в Кирове. Желающих этим заниматься не было совсем. Так же, как не хотят кировские компании ремонтировать фасады домов, поскольку суммы от фонда капремонта не покрывают возросших расходов на строительные материалы. Экономика. Завершение выпуска о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 73 рубля 13 копеек. Официальный евро – 86,47. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. «1-2-1-2-2-2-1-2-1-2-1-5-2-1» Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...